Добрый день, как всегда в это время в эфире программа Вести Хакасия, события недели и я ее ведущая Марина Конодакова. Куротко о главных темах выпуска. Вектор развития. В послании к общественности Виктор Зимин обозначает новые рубежи для республики. Депутаты проголосовали за бюджет 2014, но вопросы остались. Что делать с растущим долгом и трехмиллиардным дефицитом? Вопрос социальной справедливости. Неточности закона позволяют начислять зарплату бюджетникам меньше, чем она могла бы быть. За границей станет больше. Абаканский аэропорт собирается открывать новые рейсы. Об этих и других планах на будущий год в эксклюзивном интервью рассказал новый директор предприятия Александр Попов. Сленг, запретные темы и другие издержки современной детской литературы. Почему произведениям Чуковского и Гайдара школьники предпочитают белые тапочки и тухлую школу? Мы живем хорошо, а должны жить еще лучше. Таков главный посыл, с которым выступил глава Хакасии Виктор Зимин в своем ежегодном обращении к общественности Хакасии. Руководитель региона высоко оценил работу своей команды и уверен, что ей под силу еще более сложные задачи. Среди первоочередных добиться достойной зарплаты и достойного жилья для жителей республики. А также построить новые предприятия и повысить доходы бюджета. При этом Виктор Зимин понимает, что кому-то планка может показаться недосягаемой. Но призвал чиновников, цитата, не округлять глаза, а приступать к работе. Депутаты, общественные и политические деятели главы муниципалитета в полный зал гостей. И всех интересует одно, какой курс возьмет Хакасия в ближайшие кризисные годы. Прежде чем устанавливать планку, глава озвучил уже покоренные вершины. Еще несколько лет назад Хакасия не имела даже Министерство экономики. Сегодня экономический потенциал успешно реализуется. Мы с вами приложили большие усилия, чтобы сломать сложившийся стереотип, обратить на себя внимание федерального центра. Действительно, за пять лет Москва выделила более 30 миллиардов рублей. Мощную поддержку получило сельское хозяйство, здравоохранение и образование. Республика поднялась в рейтинге регионов. Виктор Зимин дал ряд поручений, которые, пожалуй, продолжат ломать стереотипы. Среди них и самые амбициозные. Выплачивать минимум по полмиллиона каждому жителю Хакасии, кто решит строиться в малом селе. Мера, как признаются главы районов, своевременная. У меня лично на приеме были молодые семьи, которые уже как-то прознали, что будет компенсироваться строительство. Я уверен, что будет очень много желающих, которые будут строить дома. Потому что дома уже строятся, но с господдержкой это просто пойдет гораздо больше. Есть уверенность в том, что мы действительно крепче встанем на ноги и будем развиваться более быстрыми темпами. Кроме этого, в правительственных планах выдавать землю бесплатно для развития туризма. Здесь в Плюсе остаются и города, куда заходят инвесторы для строительства гостиниц и развлекательных центров. Это только будет плюс для развития территории. Я вам скажу, земля у нас недорогая. Мы не живем в столице России или в большом крупном городе. Земля у нас не столь дорогая. Мы хотим, чтобы пришел инвестор и на этой земле создавал условия для развития туризма и для отдыха. Мы будем ему помогать. Среди поручений довести стипендии студентов рабочих специальностей до уровня вузов, открыть еще несколько международных авиарейсов из Абакана и проложить дорогу в Китай. Мы в центре находимся, в Сибири. Мы ближе всех к Китаю. Мы сделаем дорогу на Урумчи. Запомните это слово. Вот старейшины знают, что такое выход через Кызыл на Урумчи. Не надо будет гнать вагоны на Дальний Восток и там переход делать. Нужно будет всего лишь проехать через Абакан и въехать в Китай. Самая амбициозная задача. И он их сегодня сформулировал. Они, конечно, на первый взгляд кажутся уж очень амбициозными, скажем так. Но в этом-то вся и фишка, если хотите. Чем выше задираешь планку, тем лучше результатов достигаешь. Я думаю, что у нас хорошими темпами будет строиться музейный культурный комплекс в 2014 году. Я думаю, что мы стартуем со строительством перинатального центра в 2014 году. Я думаю, что мы в основном решим организационные финансовые вопросы по строительству детской республиканской больницы. Каковой не было в республике никогда. Над поручениями уже ломают голову законодатели. Работы предстоит действительно много. Нам действительно надо некоторые законы пересмотреть. Принять новые законы, которые бы стимулировали развитие экономики. Вложение средств сюда, в нашу экономику. Привлекать мы должны бизнес, как не только Российская Федерация, но и иностранный. Пусть вкладывают деньги, развиваются экономики. То есть у нас для этого все есть. И самое главное, есть хорошее желание и умение нашего правительства. В арсенале у Хакасии есть и проекты, которые позволят, заверил Виктор Зимин, сгладить кризисное время. Расчеты прежде всего на работу с федеральным центром. Теперь будут деньги даваться именно под эти программы. А не просто приехал, попросил, знаете, я бедствую, мне все плохо. Ну, конечно, знаете, как убогим, всегда помогут маленько. Но мы не убоги. У нас есть шанс привлечь сейчас эти ресурсы на законных основаниях, получить льготы налоговые, каникулы, льготы по налогообложению, стимулы, то, что дает Федерация. Еще один плюс в бюджет Хакасии – вывести на чистую воду черную зарплату. По оценке специалистов, это разом увеличит налоги с малого и среднего бизнеса на 30%. Более полутора миллиардов рублей дополнительно можно будет пустить на социальную сферу, которая и сегодня отводит ключевое место в бюджете. Мы, общественные организации, чувствуем на себе помощь правительства Республики Хакасия. Сегодняшнее обращение дает нам большую, огромную надежду на хорошее будущее. Ольга Сельмах, Наталья Чудин, Антон Новожилов, Сергей Казмин. Вести Хакасия. События недели. Отдельно глава Хакасии затронул тему повышения зарплат техперсоналу, школы и сельским культработникам. Виктор Зимин заверил, что власти сделают все возможное для решения этой проблемы. Мы берем обязательства, что в следующем году выйдем на все эти показатели. И технический персонал в сфере образования тоже станут объектами пристального внимания. Еще раз подчеркну, свои обязательства в отношении всех категорий работников бюджетной сферы в образовании, медицине, культуре, социальной сферы Республика выполнят полностью и в срок. Заявление прозвучало своевременно. На этой неделе техработники школы из села Кирова на всю Республику заявили, зарплата им начисляется несправедливо, меньше положенного. Чиновники разводят руками, у них все по закону. Анна Ахпашева побывала в Алтайском районе и знает, как возмущенные сельчане намерены бороться за свои кровные. Официальный прожиточный минимум в Республике сегодня давно перевалил за 7 тысяч рублей. Но есть и такие, кто выживает на гораздо меньшую сумму. Работники Кировской школы, те, кто рискнул и не побоялся обратиться к нам в редакцию, рассказали, средняя зарплата у тех персонала здесь чуть больше 5 тысяч рублей. Такая сумма в расчетках, конечно, не может не возмущать. Впрочем, люди долго молчали, не зная, куда идти со своим возмущением, пока коллеги из других сельских школ не обратились в суд и выиграли. Смотрим, подсиняя взбунтовалась, Россия у нас взбунтовалась, и мы уже давай, потому что уже нету выхода. Цены поднимаются, вы видите, прекрасно, сейчас вообще опять бензин подорожает. Величина прожиточного минимума в Республике Хакасии за второй квартал 2013 года на душу населения 7255 рублей, это на взрослого человека, и 5 тысяч на ребенка. Моя зарплата 4 тысячи, в три раза меньше, а у нас их трое, их надо кормить. Ком купи, продукты купи, за свет заплати, за воду заплати, за все заплати, и у нас получается зарплата, мы даже на продукты не можем, мы живем в долг. Итак, по мнению техперсонала, им недоплачивают северную надбавку и районный коэффициент по 30% каждая. МРОД 5205 рублей, согласно федеральному закону. Надбавки должны идти плюсом, в сумме 8 328 рублей. Именно такой цифры добиваются люди. Мы не добиваемся чего-то сверхъестественного. Нет. Не добиваемся повышения заработной платы или еще чего-то. Ничего лишнего мы не просим. Мы просим чисто соблюдение закона. Хотя не все так однозначно. В Министерстве образования пояснили, зарплаты сегодня начисляются по закону, основываясь и на постановлении правительства Хакасии в том числе. Заработная плата состоит из трех составных частей. Окладов должностных, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. На сегодняшний день у нас есть постановление правительства номер 288 республики Хакасия, согласно которому установлены так называемые базовые должностные оклады. То есть берется оклад и со всеми надбавками его подгоняют до 5205 рублей, как минимум. Вот только есть мнение, что надбавки должны идти сверх на минимальную оплату. И это доказывают в судах по всей стране. Хакасская фемида к бюджетникам тоже благосклонна. По республике десятки выигранных дел. В Аскизе, Саиногорске, в Алтайском районе поддержку в суде получила сотрудник подсининской школы. Если решение не будет обжаловано, недоплаченные 10 тысяч рублей должны будут вернуть уже в ближайшее время. В производстве еще пять исков работников Новороссийской школы. Мы приходим к выводу о том, что размеры минимальной оплаты труда подлежат начислению те коэффициенты северной районной, что предусматривается по нашему региону. Все эти факты заставили задуматься о том, как все-таки стоит начислять надбавки. Специалисты Министерства труда и социального развития Хакассии даже выходили с запросом в федеральное ведомство. Действительно судебная практика есть, но вот эти решения судов, они не носят нормативного характера. То есть менять сегодняшний порядок начислений по закону нет оснований. А тем временем мизерные зарплаты работников бюджетной сферы, как оказалось, больная тема по всей республике. Материал, вышедший в эфир, вызвал настоящий ажиотаж. Люди звонили из разных районов, писали и на нашем сайте. Это по всей Хакассии так платят. И давно надо этот вопрос поднимать. Я тоже работаю в школе. У нас обслуживающему персоналу, у которых зарплата не дотягивает до прожиточного минимума, доплачивают из стимулирующего фонда. Вы правильно сделали, что забили тревогу. В этой ситуации у людей, похоже, единственный выход – идти в суд. Что и намерен сделать техперсонал из Кировской школы. В социальных сетях уже объединяются в группу. Юристы из Абакана помогли собрать и подготовить документы. Мы пойдем в суд уже не с пустыми руками. Так, чтобы сходить туда один раз. Анна Ахпашева, Сергей Казьмин, Антон Михайлов, Игорь Бруханов. Вести. Хакассия. События недели. На этой неделе в Абакане, наконец, выпал первый настоящий снег. И это обернулось большой головной болью для городских властей. Столица оказалась в снежном плену. По городу было ни пройти, ни проехать. Коммунальщики сразу заявили, что на уборке улиц работает большая часть техники. Правда, для пешеходов и водителей их труд оказался незаметен. Ничего не изменилось и на следующий день. В итоге прокуратура возбудила административное дело на директора спецавтобазы ЖКХ. И вынесла предостережение руководству управления коммунального хозяйства. Будет справедливо заметить, что очистить улицы было крайне сложно. За два дня снега выпало, как за два месяца. Последствия стихии дорожники устраняют до сих пор. Вот уже почти месяц, как Абаканским аэропортом, руководит новый человек. После ухода Александра Кочеткова генеральным директором стал Александр Попов, приехавший в республику из Владивостока. В эксклюзивном интервью нашей программе он рассказал о том, какие задачи намерен решать в первую очередь. Правда ли, что улететь можно будет не только в Таиланд, но и в другие теплые страны. И как изменится сервис для пассажиров. Александр Попов человек новый для Хакасии, но совсем не новичок в гражданской авиации. До приезда в Абакан он работал заместителем директора авиакомпании SkyNet, а затем начальником коммерческой службы аэропорта Владивосток. Последняя работа пришлась на период подготовки к саммиту АТЭС, так что о наращивании финансовой мощи Александр Попов знает многое. По его мнению, возможности местного рынка не исчерпаны, и аэропорту Абакана есть куда развиваться. У нас процентов 30 пассажиров, всего пассажиропотока с Хакасии, они летают через Красноярск. Это наши потенциальные клиенты. Вы спросите, все-таки дешевле, дешевле из Красноярского лететь. Вот будет ли там дешевле у нас? Мы к этому идем. Здесь это очень, ну, скажем так, трудная работа именно с авиакомпаниями. Потому что не секрет, любая авиакомпания, она пока не видит, если не видит прибыль вот на этом маршруте, она никогда не придет сюда. Одна из первоочередных задач – увеличить количество рейсов, и прежде всего международных. Первая «Ласточка» на Бангкок оказалась успешной. Наполняемость рейсов устраивает перевозчика. В 2014 году планируется открыть новые направления на мировые курорты. До мая месяца у нас будут выполняться рейсы на Бангкок. Так и будут продолжаться. В мае месяце, значит, руководство авиакомпании «Икар» и туристической компании «Пегас», значит, открывает продажи на рейсы на Анталию. И эти рейсы будут выполняться вплоть до сентября месяца. Принято решение открыть продажи на Хургаду, Египет. То есть это большой спрос. Что касается отечественных маршрутов, то в следующем году планируется все-таки возобновить рейсы на Красноярск и Томск. Но вслед за привлечением пассажиров необходимо повышать уровень безопасности и качество сервиса. Александр Попов считает необходимым отдать пустующие площади терминала под кафе, магазины и другой малый бизнес. А также упорядочить работу такси. Есть люди, которые их встречают, есть люди, которые провожают и так далее. То есть эти услуги, они востребованы. И вот я уже с многими арендаторами разговаривал по этому вопросу. То есть мы на начале этого пути. Просто сейчас и пассажир, скажем так, отучен от этого в аэропорту Абакана. Потому что все знают, я лучше приеду, пообедаю я дома. Здесь очень дорого. Если в аэропорту должно быть дорого. И где-то ждут подвод. Я думаю, что здесь надо постепенно, постепенно. Это не быстро, это не завтра мы разовьем. Но постепенно, постепенно к этому надо идти. Директор не исключает, что может быть изменен регламент работы аэропорта. Так как при существующем количестве рейсов нет необходимости работать круглосуточно. В следующем году на взлетно-посадочной полосе установят более современное светосигнальное оборудование. Которое позволит принимать самолеты в более жестких погодных условиях, чем это возможно сейчас. Александр Попов надеется, что 2014 станет знаковым для воздушной гавани. Авиаторы планируют обслужить более 180 тысяч пассажиров. Это на 20% больше, чем в уходящем году. А теперь о событии федерального масштаба. На самые насущные, острые, а также неудобные вопросы журналистов ответил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг. Это уже девятая его встреча с представителями СМИ. На нее было аккредитовано более 1300 человек. К сожалению, журналисты из Хакасии, получив аккредитацию, не смогли попасть на пресс-конференцию. Снежная погода так и не дала им вылететь в Москву. Тем не менее, наша республика прозвучала в ответах президента. Самые интересные моменты встречи смотрите далее. Правила общения на пресс-конференции построены по принципу равенства. И наряду с представителями крупных федеральных и международных СМИ свой вопрос могут задать региональные журналисты. Корреспондент из Омска поинтересовался, почему в стратегический план развития наряду с Дальним Востоком вошла только Восточная Сибирь. Президент объяснил, регионы Западной Сибири более благополучны, чем их соседи. Красноярский край, он сам является достаточно развитым и в бюджетном отношении устойчивым. Вместе с тем, это А, очень большой регион, и Б, значительная часть его благополучия, она основана на буквально нескольких предприятиях, которые можно перечислить, загибая пальцы одной руки. Но этого для такого огромного края совершенно недостаточно. В том числе и Хакасия должна развиваться более высокими темпами. Так или иначе, глава государства дал комментарии по всем главным событиям уходящего года, начиная от наводнения на Дальнем Востоке и авиакатастрофы в Казани, и заканчивая предоставлением убежища беглому американскому агенту Эдварду Сноудену и дипломатической победой России в урегулировании сирийского конфликта. На таких встречах звучат и неудобные вопросы. Один из них касался повышения зарплат депутатам Госдумы и членам правительства. Если мы не будем платить серьезные деньги для того, чтобы получить хороших специалистов, экспертов, самого высочайшего мирового класса, а нам нужны в органах управления именно такие люди, то у нас не будет результатов в работе. И если здесь будут сбои, то от этого пострадают и люди, которые работают на производстве, и люди, которые получают социальные пособия, пенсионеры. Кому-то из задающих вопрос вовсе повезло помочь своему региону. Так, журналистка из Владивостока добилась денег на покупку деталей для ядерного томографа. А после выступления корреспондента из Порта Ванина о беспределе силовиков на место выехала спецкомиссия МВД наркоконтроля и прокуратуры. Запомнилась пресс-конференция и веселыми моментами. К примеру, вот этим непринужденным диалогом. Это, кстати, я с вами на обложке вот здесь. Вы помните нашу майскую встречу? Конечно. У меня после нее наладилась личная жизнь. Вышла замуж наконец-то. Вы, кстати, давайте поподробнее объясните всем, что происходит, иначе... Ну, не за вас, а за своего мужа. Перед началом пресс-конференции все гадали, будет ли побит прошлогодний рекорд, когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4,5 часа. Нового рекорда не случилось. Встреча длилась 4 часа 5 минут. За это время журналисты успели задать 52 вопроса. Проверять школьников на употребление наркотиков будут по новой схеме. Это прописывает новый закон, вступивший в силу в начале декабря. Таким образом, двухлетний эксперимент о проведении добровольного тестирования среди школьников и молодежи завершился решением о необходимости применять тестирование повсеместно. В Хакасии проверка учащихся проводится с 2010 года. По данным Республиканского Минздрава, ее прошли почти 950 человек, или 68% от запланированного количества. Выявлено было 7 фактов употребления зелья. Цифры не шокирующие, но все же заставляют задуматься. Тем более, что целых 30% учащихся просто не явились к медикам. И не исключено, что результаты тестирования могли бы быть другими. А теперь о том, как формируется отношение детей к наркотикам с помощью современной литературы. В одном из выпусков мы рассказывали о том, какой неприятный сюрприз ждал читателей большой книги суперприключений Владимира Аверина. Герои повести искали сырье для наркотиков и рассуждали о том, как можно их продать. Издание до недавних пор можно было спокойно взять в библиотеки. Первой тревогу подняла жительница Абакана Юлия Чеболтасова. А мы после разговора с ней решили внимательнее перелистать другие детские книги. Бойте продавать вашиши. Я научу вас, покажу место и постоянных клиентов. Все чисто и за хорошие бабки. Впрягайтесь. Парни согласились. Это не описание будней наркоманов, а большая книга суперприключений автора Владимира Аверина о современных школьниках. Пятиклассница Соня взяла сборник в библиотеке. И если бы не мама, которая решила поинтересоваться, о чем пишут современные детские авторы, девочка узнала бы много новых, но сомнительных вещей. Меня обескуражил тот факт, что здесь слишком много написано про наркотики. Чуть ли не до рецептуры. Естественно, и язык некрасивый. Почему издатель решил ее промаркировать для среднего школьного возраста, вот это меня обескураживает, конечно. То есть это как минимум старший школьный возраст, а как максимум, ну, таким книгам вообще не место. Я такие книги уже читала, но в них ничего такого не было. Ну, вот я решила взять большой сборник. Ну, я просто, не знаю, я очень удивилась. Бдительная мама тут же обратилась к библиотеку и Министерству культуры, после чего библиотекари перелистали повести Аверина и быстро приняли решение убрать их с полок. Содержание детской книги стало для них полной неожиданностью. Если мы откроем внутри книжку и полистаем ее, посмотрите, и компас, и вот какие-то, само оформление уже говорит о том, что книга должна быть хорошего качества. Ну, на поверку выходит не совсем. Проблема в том, что при покупке новых книг специалисты опираются лишь на краткую аннотацию, а она адресует произведения детям средних классов. Такое несоответствие в практике абаканских библиотекарей встречается впервые, но поделать они ничего не могут. Отдельного специалиста, проверяющего содержание литературы, нет. Мы закупаем, ориентируясь на прайс-листы. Там есть такая коротенькая аннотация, которая ни о чем не говорит. И зачастую мы, как, можно сказать, фразеологизмом, как слепой котенок бываем. Мы сделали запрос в издательство «Эксмо», которое выпустило большую книгу суперприключений Аверина в 2009 году. Критику абаканских читателей там посчитали некорректной. Мол, о негативном влиянии книги могут судить только эксперты. Что касается использования сленга, то это, по мнению издательства, совершенно нормальное явление. Использованная в книге лексика является частью речевой характеристики персонажей и отражает реальный языковой процесс определенной возрастной группы – подростков. Употребление просторечной разговорной лексики для создания образов героев является литературным приемом и не противоречит действующему законодательству. Таковы реалии. Издательства работают в соответствии с коммерческими интересами. А здесь детская литература подобна взрослой. Сейчас у юных читателей популярны легкие жанры. В последнее время популярными стали серия «Маленькие женщины». Девочки в основном читают эти книги с удовольствием. Там и о любви, и какие-то, ну, бывают и приключения, то, что с ними случилось. Страшилки, вот им нравится больше стайна. Читают они не очень толстые книги. Хороший шрифт. Книги такого легкого чтения, что прочитал и забыл. Так же, как и взрослая литература, многие авторы, которые не запоминаются. То есть, вот времяпрепровождение. Нечем заняться, почитали. Вот какие отрывки можно найти в некоторых детских книгах. А, так вот кто мой сон нарушил. Вот кто по моим землям ошивается. Зарал Гарриевич. Ищурец от солнечного света вывалился из пещеры. Эх, как же я все-таки лопухнулся, сокрушенно проговорил он, вытирая пот на лбу. Повелся, как последний лох. Если б наркота какая-нибудь конкретная, а так на всякую фигню подсел. Особенно современная литература для подростков, она оставляет желать лучшего. И хочется, чтобы за это отвечали не только библиотеки, которые приобретают такую литературу, но и те издательства, которые выпускают ее. Некоторые ограничения появились только в прошлом году с принятием закона о защите детей от вредной информации. Согласно ему, все издания должны быть промаркированы в соответствии с возрастом читателя. И если бы большая книга суперприключений вышла сейчас, то она вряд ли бы предназначалась для детей среднего школьного возраста. Однако есть огромный массив литературы, изданной до принятия закона. И родители должны понимать, никакого фильтра, отсеивающего низкопробное, вульгарное и оттого вредное чтиво, нет. Так что только от них зависит, что будет на столе у их ребенка. Простая макулатура или клад мудрости. И вновь о погоде. Для нас, жителей городов и сел, нынешнюю малоснежную и теплую зиму можно считать вполне комфортной. А вот что с братьями нашими меньшими? Сотрудники Госкомитета по охране животного мира, для которых степь и тайга – это, по сути, их рабочее место, знают не понаслышке, как же чувствуют себя животные в таких необычных для этого времени года погодных условиях. Солив Клай, название от речки Клай, бурной и быстрой. Кипящие полыньи – это излюбленные места обитания норки. Вот что влечет хищника к воде. Человеку остаться незамеченным тут сложно, но специалисту достаточно обычного снега, на котором, как по карте, можно читать. Вот тут норка спускалась к воде, а тут ее дорогу перебегал волк, который, кстати, чувствует здесь себя вполне вольготно. Человеку с ружьем добыть серого хищника в этих местах совсем непросто. Тайга с шибком суровая, и волка взять очень сложно. Волка за сегодняшний учет было зафиксировано порядка десяти следов. Где-то стайками проходят, где одиночные. Выпавший накануне мокрый снег в буквальном смысле пригнул тайгу к земле. Молодые деревца и кустарники стали доступным кормом для копытных животных и зайцев. Проезд был затруднен в тайгу, но для зверей, животных, зайцев, косули, морала – это хороший корм. А для деревьев, конечно, это больно, печально, но зверю – это радость, это корм их. Теплая и малоснежная зима, с одной стороны, это доступный корм, с другой – мокрый снег налипает на шерсть, нас режет ноги. И это комфортом уже не назовешь. Но, как говорят бывалые таежники, для зверя в тайге два врага – волк и карабин. Такими были эти семь дней. Новый год все ближе, и я желаю, чтобы в предстоящую неделю ощущение праздника и ожидание чуда радовало вас и ваши семьи. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин